Так, мы в этот раз едем по Новой улице, так как я знаю, что меня смотрят немцы по Волжье и люди, которые здесь когда-либо проживали, поэтому Тельмана. А я, кстати, вчера ехала и думала, Тельмана, что ли? Молокозавода, будет понятно. Улица Молокозавода? Нет, нет, вон Молокозавод там. А, Молокозавод там. Вот, и меня смотрят и говорят, там улицу эту покажи. Я вчера еду, увидела вывеску Тельмана, думаю, обозналась, что ли, потому что у нас Тельмана есть улица в Энгельсе. Вот, я думаю, обозналась, что ли я, Тельмана. Вот этот вот домик хороший, мне нравится красно-кирпичный, но он обложен красным кирпичом, то есть это старые здесь дома. А там Молокозавод, Тельмана. О, он Молокозавод. Ой, слушай, нифига себе, а он здесь-то еще нет? Да нет, конечно. Здесь-то еще нет. Понятно. Посмотреть на нем, вот так вот, люди живут на отшибе, а вот это вот я вам покажу. Здесь, а нет, не здесь веселая ферма. Здесь. А, здесь веселая ферма. Не веселая, а камушевая, по-моему, ферма. Нет, смотри, работает она, мам. Работает? Ну, много тюков, по крайней мере. Тюков много, а я говорю, почему-то жидности нет. Вот это ферма. Может быть, по-моему, сено, камушевый рай, семейная ферма. Вот, представляете, камушевый рай, семейная ферма. И вот поле. Такая тишина, спокойствие. Совхозные поля это, да, раньше были, мам? Да, да, это вот первая бригада. Первая бригада, совхозные поля. Для тех... Ферма какой-то брал здесь, выращивал одно время огурцы. Говорят, огурцы, да, выращивали, привозили много химии. Вот в бочках она здесь стояла. Он пытался вырастить огурцы пару, да, мам, пару лет. Ну, что-то продавал, да, он поливный. Огурцы неплохие. Да, огурцы неплохие. Потом, что, еще помидоры, по-моему, да, были, капусту у него, я уж не помню. И все, да, и на этом все. Вот какой-то выращивал, да. И бросили. Тут невыгодно, что ли, стали. Или сбыта не было просто-напросто. Некуда было. Ну, по идее, да, просто раньше здесь был на территории этого поселка, ну, я уже 150 раз говорила, да, завод и совхоз. То есть были огромные поля, где все это выращивалось. Приезжали с разных поселков, да, мам, и городов даже приезжали, да? Студенты. Да, студенты и рабочие со всех этих организаций. Ну, это и школьники убирали все это. И дело в том, что и завод-то по переработке-то был. Да, и рядом был завод. То есть совхоз был с огромными полями. И все это тут же собиралось и тут же перерабатывалось на консервном заводе. Делали икру, кабачковую, горошек. Ну, короче, что только не делали. Консервы, тушенку, потому что здесь тоже были фермы. Фермы. Нет, уже тушенку давно делали. Папка наша когда работала. А потом мясо прекратились. И как бы, ну, там и томатный сок делали. И там много чего делали в заводе. Вот. И поэтому как бы через дорогу перевод. Поэтому и совхоз существовал. Потому что завод рядом был по переработке. Да. Так что вот с этим деревом обнимусь. У нас же практика неподвижности есть. Но я чуть немножко, как это сказать, подзабылась. Это вот и канал. С этой стороны подзабылась я. Перестала ее делать. Ну, не то, что подзабылась. То и там к родителям уезжала. Вот. Ну, надо либо какое-то дерево найти. Так вот обнявшись с ним. Стоять. Ой, мое. Обнявшись стоять. Огромная. Ой, ну, тут сколько этому дереву-то лет. Прям огромная. Даже двумя руками, если подойти, вот так вот обнять, невозможно будет его обнять. Охватить. Такое он прям мощное. Ну, немножко я падает самое. Под... Сейчас я вытру. Сбил с ума режим неподвижности, ходьбы. Ходила я один раз. Надо завтра мы с мамой голодать. Будем, она говорит, подержи меня в этом. Чтобы, если что, меня, не знаю, привело в чувство. Ой, смотрите, какое-то дерево. Какое-то дерево с плодами, желтыми. Желтыми плодами. Какое-то дерево. Интересно, что это такое. Яблоко, дичка. Это яблочко, девчонки. Это дичка. Представляете? Представляете? Дичка. Мы раньше в детстве собирали еле. Еле все подряд. Так, всем добрый день. На сегодня видео снимала. Мы собираемся на пляж. Собираемся на пляж. Родители в вода выгуливаются. Потому что, когда я обычно приезжаю, они хотя бы выезжают на местное море под названием Медведица. А так они сидят дома безвылазно. Ну, дома работают. Работают, еще раз работают. И благодаря, только благодаря мне. Только благодаря мне. Когда я приезжаю к ним... Ой, а что это такое? Что это такое? Бать, ты куда наехал? Вот. Так что это... А помидорка взять на Медведица? Что-то я, знаешь, что-то ничего я не хочу. Да. А то ты что-то и на помидоры не сбегала. Вот я в этом году, почему-то у меня, мам, что-то случилось. Я помидор особо много не ем. Короче, только, только благодаря мне они куда-то выезжают. Только благодаря мне они куда-то выезжают. Да, мам? Да, точно. А так, синим мы сидели дома. Даже папа одел шорты. Специальные для купания. Вот. А я приехала прям налегке, ничего не брала сюда. Наперед, мама говорит, садись. Вот сейчас наперед сяду. Налегке приехала. Ничего не взяла с собой. Ни обувь, ни одежду. Благо, у меня здесь есть все комплекты. И даже краситься не хочу. Поэтому, ну, вряд ли я к вам буду выходить. Ходить. Вот. Но зато маникюр подходит к платьицу. Вот. Немножко пасмурно. Но солнце нормальное. Волга должна прогреться. Волга, медведь, прогреться должна была. Да, у Димы чуть-чуть с тобой даже. Вот. Да он у него давно уже открытый. А может быть, жарко он как вот пробит? Вот этот дом купили, да, мам, по-моему, или нет? Нет, ну вот папа же говорил, кто-то там приходил. Приходили, может, посмотрели и скажут. Там слив очень много. Да, они, кстати, вкусные были в каком-то там прошлом году. Да. Стоять. Немножечко вам покажу деревенской жизни. Так-то, в принципе, если честно, я приехала, мне не особо хочется снимать в этот раз. Ну, вроде, народ бросится, приходит. Да, просто, да, просится, говорят, снимайте деревенские влоги, прям бальзам на душу. И думаю, как же я могу вот народ оставить в этом своем порыве. Тописчиков своих не услышит. Да, в этом своем порыве вот насладиться вот этой деревенской какой-то жизнью, прикоснуться вот к этому. Ведь многие же в городах живут, и даже вот, ну, не знаешь, что такое природа. Вот представляете, вот все повысохло. Такие ветра были, такая сухость была, что я в прошлый раз приезжала, да, мама говорила, дожди шли, и думаю, блин, обычно там, ну, летом сухое все, а я говорю, такая сочная трава. И посмотрите, в этот раз прям вообще вот как сено, все посохло, все сухое. Деревья, вы посмотрите, деревья, я вот сняла видео, вот такое коротенькое. Вы смотрите, все деревья, они желтые, с желтыми листьями. Вот посмотрите, не от того, что уже осень наступила, а от того, что просто они сгорели от ветра, горячего, жаркого ветра, который здесь у них дул со скоростью, по-моему, 20 км в час в течение 10 дней. И вся листва, она вот у всех деревьев практически погорела. Где-то сухое, где-то они скрюченные, такие листочки, где-то вообще, вы посмотрите, практически голая эта вишня была, она прям вот голая. Ну, на телефоне плохо видно, я вижу своими глазами, а какие-то листья прям, допустим, желтые, желтые, зеленые и прям вот это, вы знаете, как будто бы высохшие, так вот как высыхают листья, как гербарий их. Это прям, допустим, часть листа желтая, а часть листа прям сухой, его можно так в труху размолоть. То есть вот такие погоревшие у нас. Вот, посмотрите, вы посмотрите, просто все сухое, просто как сгоревшее, вялое, скукоженное, пожукшее. Вот, а какие-то деревья вообще без листьев. Какой сильный ветер был. Такого не было. Ну, это как астрологи предсказывали, не астрологи, а, ну, я слушала год назад, там, нумеролога одного, и она рассказывала, что часть земель будут, часть этих областей и регионов будет обободняться, а часть опустыниваться. Вот, и будет великое переселение до 26 года. Не знаю уж, посмотрим. Где-то будет очень много воды, там, реки с берегов будут выходить, а где-то прям будет опустынивание, то есть засуха, ветра такие. Степные, сухие. Вот, и люди будут перемещаться. Я вообще слышала, что Сибирь она будет, в Сибирь все будут, туда-куда-то. Как-то на... В Сибирь на Алтай. Да, Алтай, Сибирь. И есть такое мнение, но есть такое, как бы, сейчас уже не мнение, а, как-то сказать, что даже уже сейчас готовят столицу, под столицу один из городов. Вот проход, как говорила, не было прохода. Есть проход. Есть, он и был. То ли Красноярск, то ли какой-то сейчас уже, какой-то город на севере, который готовят под столицу. Якобы знаю, что уже такое высшее меры всего, зная об этом, уже готовят для себя, это как, переселей, но и в ковчег. Это наш бывший магазин заводской. Это стены завода, да. Ну, с каждым днем все больше и больше все ветшает, с каждым годом. Вот, это съезд на совхоз. Сейчас, сейчас немножечко вам покажу. Там наши заводские дома, квартал. Это наши совхозные дома, в которых проходило все мое детство. Это, что нам? Гараж совхозный. Гараж совхозный. Там зерна, да, зерновые. Зерно то ли мы получали, то ли сдавались на зерно. И учали здесь. Это поселок Южный. Частный сектор. И вот все мое детство, оно проходило где-то вот в этом закутке. И мы, кстати, жили и даже в центр почти не ходили. То есть, я даже часть своего поселка не знала. То сели все время вот где-то в этом районе. Даже в заводском-то, в заводских кварталах. Два дома не ходили, мам, не были. В своем как-то мерке. В своем квартале мы проводили все детство. В центре-то я вообще начала только бывать, когда мне было... На танцах стала ходить. Начала, то есть, там сколько, с 15 лет. С 14, не знаю, не похуже. Вот, а на речку мы ездим в Добринку. У нас раньше был на территории нашего поселка пруд. А потом там в каком-то году, после вот этих 90-х, никому ничего не стало нужным. И сорвало плотину. Ну, ее надо было ремонтировать, наверное. А так как никому ничего не надо было, ее сорвало. Смыло у всех людей дачи. И смыло весь пруд. И люди остались без пруда. А пруд был очень хороший, большой. И там много было, естественно, источников, с помощью которых он наполнялся. Да, мам? Ну, Вань, с чем он наполнялся? Обычно весной наполнялся. Весной, да, как-то с горстью стал. Снег таял и наполнялся. Не, ну он первоначально как-то образовался же. Ну, и, говорит, родники там были тоже. Родники, я что-то не знаю. Подводные. Родников-то не было, наверное. Вот, ну, что хотела сказать. И все, люди остались. Катамараны были. Катамараны даже были. И вот люди остались без пруда. Ой, как красиво. Ну, сейчас ездим на Медведицу. Добринка – это самое ближайшее село к нам. Мы въезжаем в Добринку. Нижняя Добринка. Есть верхняя Добринка, оказывается, там ни разу не была. Есть нижняя. Здесь вот поля. Я смотрю, кто-то их все равно обрабатывает еще. И вот эти кошары тоже остались. Кошары – это что такое? Там был этот… Кот, кольц. Потому что раз они не распрямлены… Крупно-рогатый скот? Да, ну да, конечно. Здесь скотина была. Колпоз же был. Колпоз. Земля. Кладбище. Тихо на кладбище. Так спокойно, да, мам? Нет, лучше мы в суете, конечно, побудем. В суете еще побудем, да? Ну да. Рановато еще пока, да? Да, рановато, да. Нам в спокойствии. Церковь. Как бы хочется. Не хочется, мамосик? Ну да. В сосенке. В суетности какой-то. В сосенке. Посмотрите, это школа местная. Вот эта школа Добринская. Дороги всякие разные. Магазинчик. Мне кажется, даже здесь лет 7 назад было поактивнее как-то, мам. Да? Почему-то. Да, дочь как-то. Я же говорю, все, уезжает, уезжает, уезжает. Младежь куда-то отучились, уехали. Ну, на лето приезжает, может, какая-то. Ну, и в такую, наверное, днем-то никто не вылазит в жару. В такую жару одни мы вылазим. Нет, нет. Раньше, говорю, тоже жара была. Потому что маленькие были. В основной фиг загонишь. Мы же целый день на улице были. Жара, не жара. А сейчас, может быть, просто детям легче. Они в интернете сидят. У всех телефоны сидят там. Ну, кстати, да. Вон яблочки, мамусик. Да, я тоже уже на них смотрела, когда папа здесь остался на улице. А бы что-то тоже опять не решилась. Ну, сейчас туда хрен-то стучишься. Ты ж не пробовал. Да в тот раз пробовал. Ну, и в тот раз пробовал. И аккуратно. Может, возле дома же водите. Да, мы сидим еще. Малочистые природные. Малочистые, но плодятся и размножаются. Да, они решили демографию волосить своей малочистенностью народности. И отражают детей, не боятся вообще. Как будут жить? Самые выносливые, например, люди, это цыгане. Да? Да, что, правда, что ли? Да, да. Самые выносливые. Из всех народностей, что есть. Понятно. Ну, не зря же, я не знаю уж, правда ли, неправда, но я знаю еще, в дикой молодости нашей говорили, что цыгане рождаются его на снег. Либо он кидает выживок, но выживок. Ну, это, может быть, шутка-правда, как доля правды, доля шутки, может быть, была. Но вот почему-то так говорили. Да, и... Да, и вот они самые выносливые. Это я передачу слушаю. А, этот, что хотела сказать... А как же они, где же они работают, вот, ничего интересного? Нигде? На пособия, на каких живут? Они у них пособия большие. А почему у них пособия большие? Вот я не знаю, почему. Либо как малочисленный народ, либо они как многодетные, как... Не знаю, но они... Никто не работает. Это редко-редко кто... Ну, раньше вот у нас в совхозе был, работал цыган, но, опять же так, разнорабочим. Только я снимаю вам усик. Ну, ничего страшного. А, да, ты фильтруй. Да, да, и я понимаю. И поэтому, как бы, ну, это... Тогда и все, всех заставляли работать. Тогда их меньше и было. А сейчас вот пособия же государство делает, и поэтому, как бы, у них детей много. Ну, а по какому... Ну, по какой статье им пособия делают? То есть, что? Ну, вот как папа говорит, что малочисленная народка, что-то они там имеют какие-то... Мы же не знаем. Да, конечно. Что-то они получают. Что-то они получают. Ну, да. Посмотрите, какое все желтое. Боже ты мой. Первый раз в такой год вижу. Да, мам? Да, Настя. Потому что, как бы, август месяц еще не должно вот это... Да, то есть, это же желтеет не потому, что осень пришла. Ну, как бы, осень пришла, но... А это жара спекает. А это, да, от жары, представляете? То есть, рано еще желтеет. Так, чтобы полностью дерево желтое было. Это вот все сделало дело жара, представляете? Вон, они все укрепят желтые, все стоят. Все желтые деревья, все желтые деревья. Если жара, ветер, еще и дождей нет. И получается, как бы, она все высушивает. Вот папа уже в огороде поливать каждый день. Ну, это редко, когда через день. И такое впечатление, как будто не поливалось. А то же ветер все выдувает. Вдувает, да, и жара еще будет. Ой, понесся, понесся. Куда ты летишь? А кто тебе сигналит? Вот, посмотрите, видите, желтые деревья? Это не потому, что осень пришла. Вот именно от жары. В осени нет, да. А деревья уже все желтые. Обычно начинает в конце сентября. В октябре начинает вот эта, как бы, осень уже показывать свои краски. М-м-м, желтые все. Желтые. Вообще, вот это да. Вот выгорело прям кусок. Выгорело. И в этом году, говорю, у нас огурцов вообще нет. И начали было расти, да. И этот ветер с жарой все их... Опять спалил. То есть сначала от холода не могли мы 4 раза... А потом начали расти вот эта жара и ветер. Их все цветы отбило. И в больнице пожухли, погорели и все. Ну, там что-то начинает, ну, прядки какие-то, ну, не знаю. Четыре раза сажало, от холода не могли вырасти. Потом наконец-то выросли. От жары не могли это... Ветер и горячий съел. Да. Ну, это, может быть, знаешь, к тому, что это, старые запасы доедайте. Да. Нефиг. Отдохните. Да, да. Новые бы огурцы выросли, нам бы их пришли сделать. А скажут, что делать, когда старые запасы доедайте. Отдохните. Ну, да. Нет, мы согласны с природой, по идее. Что природа дает, мы должны ее и принимать, такая она есть. Нравится нам или не нравится, это уже другой вопрос. Природа же не может существовать по нашим желаниям. Не в свои законы. Ну, так уж, сенька, вот мы вообще по другой дороге едем. Не знаю, почему. Да? Да, мы же по той едем. По той, конечно. Тут одна дорога. Елена, какая-то длинная, такая долгая, показалась мне. Нет, ты когда сзади сидела, и в телефоне сидела, оно быстро как-то пробегает. Да? А когда ты сейчас едешь, допустим, и не заняты все. Все рассматриваю, да? Оно как бы дольше, немного длится. Удивительно, все желтое. Мы вот, кстати, с крестного где-то здесь ездили, мам, через это. И что там было, где он работал? Нет, он на медведице там работал. Вот. Ну вот вы сюда переезжали, вот туда. Не работала на медведице, он рыбу просто ловил. Рыбу ловил. Я помню, что вот здесь все раньше работало. Приезжали мы здесь даже в походы. Вот в этот лес мы куда-то шли в походы. Я помню. С палатками мамы приходили или с чем? Мы сюда, на медведице у нас. В Ленево. В Ленево? Да, да. В Ленево. Нет, какой-то там то ли не водоканал, какой-то что-то. Там водокачалка была. Водокачалка, да. На Ленево водокачалка. Там третьи пески, или какие пески. Вот там, где раньше купались, вот там с палатками. Там площадь такая большая. И там с палатками остановились. Там раньше маевка была, на этих третьих песках. Там все раньше было. круто добринку твои дети не дойдет можно свозили я не помню я помню что вот мы жили через школа выживания у нас какая-то была кинули вас вывезли выживайте мы там что-то изучали по сторонам света там юг-запад восход там я уже не помню там мог там мог здесь растет а мог с этой стороны растет мог с это не растет о чем одни вообще здесь по дороге по крайней мере стоял это просто кайф мам это просто кайф на было купальник брать и отфоткивать здесь там я уже не знаю не подумала что я вообще не захотела ничего брать другие вещи привезла но у меня там этот дельфин дельфины плавают или дождь куда мы все время приезжаем вам практически сняла всю дорогу наверное зря это сделала никогошеньки никогошеньки наконец-то аллилуйя мы одни мы одни мы в прошлом году были одни каком-то там я не помню махром году были одни потому что в сентябре уже никто не купался ветка посмотреть отвалилась либо кто-то отломал либо она сама вот и можно так вот попилить и на эти на дрова поздновато мы только приехали завтра пораньше приехать и вот все-таки не догадалась мне там еще нужно купальнички который требуется отснять парочку купальников отснять и 1 1 не остался один не чуть-чуть вроде бы не не цвела еще у нас этот цветет хуже ой как классно будем втроем и здесь и мои родаки пап на дрова можно взять попилить не знаю грызть вот мы от купались я окупалась уже два раза мама стояла в воде там 12 14 минут она уже купается наверное пятна полчаса где-то примерно очищает все свои все свои слои да все свои свои слои отчет зачем холоднее вода тем быстрее очищается слой по моему все слои можно очистить стоя в воде купельной температуры 7 минут представляешь представляешь мам 7 минут покажется все минут покажется вечностью мне кажется стоит стоять купели 7 минут но это с проводником надо стоять который сможет тебе там передать силу вот а еще нет там могут судорогой свистит и муж ноги вообще не чувствовать вот так будешь по шейку стоять а по щиколотку нет вот завтра у нас ума с мамой голодование голодание у нас с мамой до послезавтра едем в этот в купель мне в купель мы поем понедельник вали во вторник а завтра у меня в воскресенье будет ходьба два часа до добринки и обратно да вам какой-то со мной господи брось поленева значит пойду не мам поленева пойду значит вот это со мной пойдешь на ты да не мам брось ты это не успеешь не четыре часа 215 буду ходить 215 до 2 с 215 но мам не мне зачем я буду идти в своем темпе в каком это я буду о тебе думать что тебе не комфортно зачем мне на борт комфортно да конечно комфортно и ходить одну понятно а почему с песка идут пузырьки валь это с песка почему пузырьки идут вот пузырек идет почему я что-то забыла а откуда здесь газ папа иди сюда пап ты смотри каких-то третьих летят шара вот смотри что это такое а кто отпустил да какие ты посмотри у них они бы разорвались друг от друга и летели бы в разные стороны одинаковые треугольник ну сохраняю треугольник а это треугольник это ветер потихонечку дует они да папа они бы один бы вверх один бы вниз один бы ты посмотри ровный какой треугольник ну понятно так пустили да какой папа да чего ветром потихоньку сдувает они улетают фонарики такие шара они бы разные стороны ты просто не видел как летят эти фонарики пузырьки и